Ну, нас не смущает, у нас этим занимается медицинская служба, они мне доложили, все необходимые компоненты есть. Прививки сделали? Все, что необходимо, мы сделали. Я отвечу не больше, не меньше, а именно так. С каким настроением вы ждали сегодняшнего доклада независимой комиссии ВАДА? Ага, хороший вопрос. Значит, можно я дам развернутый ответ? Конечно. Значит, с каким настроением может ждать доклада ВАДА главный тренер команды? Насколько вы понимаете, я владею полностью информацией, все, что происходит в команде, в том числе и по фармакологической поддержке. Поэтому, понимая, я абсолютно спокойно ждал этот доклад. Я хочу вернуть вас, многие здесь молодые люди, вот у меня есть хорошее интервью в Дели, Телеграф. Это 94-й год, чемпионат мира, значит, это можно поднять в интернете найти. 94-й год, чемпионат мира, в Риме, когда американцы завоевывают 4 медали. Значит, 4 медали мы завоевываем, и китайцы завоевывают 15 медалей. Моё отношение там чётко отражено. Поэтому хочу сказать, что в национальной команде, вот давайте так, вот если откровенный разговор, то откровенный. Добровольный отказ от допинг-ориентированных технологий подготовки в плаванье произошёл давно, в начале 90-х годов. Я подчёркиваю, это добровольный отказ, поскольку в 94-м году был введён out of competition в несоревновательный контроль, и все команды, как правило, добровольно от этого отказались. Те команды, которые не хотели отказываться, с ними поступали, как вот, все прекрасно знаете, что через 2 месяца после чемпионата мира в Риме, 17 ведущих китайских плавцов были увлечены в использовании дегидротестостерона. Ну, они приняли своё решение и тоже встали. Поэтому я абсолютно спокоен в этом отношении, и гораздо с большим процентом, что ли, уверенности меня эта ситуация практически не беспокоит, потому что я прекрасно знаю, что вот в обозначенный вами период мы этим никогда не занимались. Это первое. Второе. Вот у меня есть публикация, кстати, есть простой способ понять, кто я. Значит, вот наберите английскими буквами Сергея Калмогорова «Спортивное плавание», и там выскочит достаточно много моих публикаций, чтобы понять, чем я занимаюсь, в том числе и индекс цитирования и прочие вещи. Так вот, у меня есть статья 99-го года, опубликованная в материалах, значит, международного симпозиума по медицине в плавании, он проходит раз в 4 года. Вот то, что сейчас делает Вада и Фина, полностью совпадает с теми предложениями, которые я высказал в 99-м году. И основное мое предложение сводилось к тому, что мы абсолютно безграмотно наказываем спортсменов. Я понимаю, бывают взрослые спортсмены, но вот мы в основном имеем дело с юными спортсменами, и кому в голову из этих спортсменов придет использовать какую-то программу. Поэтому надо искать крайнего. Крайний, как правило, бывает тренер, специалист или еще кто-то. Вот это предложение мое, можете меня проверить, я как бы легко эту статью найти, предлагал ввести черный лист специалистов, которые этим занимаются. Такие люди, как правило, хорошо известны в мире, их все знали. Поэтому в этом отношении я абсолютно спокоен. И точно так же чувствует себя команда, все спокойны, никто ничего не просит, никаких там лягушачьих лапок, которые надо поджарить для того, чтобы проплыть быстро. Я ответил на вашу ответ? Ну а вы ожидали, что вдруг комиссия может сказать, что отстранит всех? Давайте так, вот на самом деле, может быть справедливое, может быть несправедливое решение. Я, по крайней мере, надеюсь, если ВАДА уже приняла одно абсолютно верное решение. ВАДА в этом меморандуме признала то, чего никогда раньше не признавала. Что ВАДА не проводила исследований по срокам вывода Мельдония. Вы думаете, легко руководству ВАДА было сделать такое? Вот они признали. Поэтому никаких, я еще раз, доказательств нет. У нас перепроверены пробы все, уж если вы мне не верите, то там Пекина, Лондона перепроверены. Нас сейчас уже не 260, а под 370 проб взяли последние дни интенсивно. Каждый раз на озеро Круглое приезжают допинг-офицеры. Это абсолютно нормальная, спокойная обстановка. Они уже узнают наших спортсменов, здороваются. Это британцы, да? А? Британские офицеры. Нет, разные. Это турецкие, из английской компании. Это нормальная обстановка. Но если будет принято несправедливое решение, что я мало верю, ведь ВАДА не может принять никакого решения сама по себе. Это будет принимать Международный Олимпийский комитет. Поэтому я еще раз честно и спокойно говорю, никаких волнений не было. Никак эта атмосфера отрицательной не отразилась на подготовке нашей команды. Спасибо. Спасибо.